Антология чтений. Слов всемогущего Бога. Божий труд, Божий характер и Сам Бог. Часть первая. Три. Бог создает радугу, как символ своего завета с человеком. Бытие, глава 9, стихи с 11 по 13. Поставляю завет мой с вами, что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа, и не будет уже потопа на опустошение земли. И сказал Бог, вот знамение завета, которое я поставляю между мной и между вами, и между всякую живую душою, которая с вами вроды навсегда. Я полагаю радугу мою в облаке, чтоб она была знамением завета между мною и между землею. Далее давайте посмотрим на эту часть Писания о сотворении Богом радуги как символа своего завета с человеком. Большинство людей знает, что такое радуга, и слышали некоторые истории, связанные с радугой. Что касается библейской истории про радугу, некоторые люди верят этому, другие считают, что это легенда, а третьи вообще не верят. Как бы то ни было, все, что связано с радугой, это все, что когда-то сделал Бог, и то, что произошло в процессе Божьего управления человеком. Эти вещи с точностью были записаны в Библии. Эти записи не говорят нам о том, какое настроение было у Бога в то время, или какие намерения крылись за словами, изреченными им. Кроме того, никто не может по достоинству оценить то, что чувствовал Бог, когда Он произносил эти слова. Тем не менее, Божий настрой относительно всего этого открывается между строками текста. Будто бы мысли Бога того времени выпрыгивают со страницы в каждом слове и фразе Божьего слова. Божьи мысли – это то, что должно вызывать беспокойство в людях, и что им следует попытаться максимально узнать. Это потому, что Божьи мысли тесно связаны с человеческим пониманием Бога, а человеческое понимание Бога является незаменимым звеном во вхождении человека в жизнь. Итак, о чем думал Бог в то время, когда это произошло? Изначально Бог создал человечество, которое в Его глазах было весьма хорошим и близким к Нему. Но они были уничтожены в результате потопа после того, как восстали против Него. Было ли больно Богу, что такое человечество просто мгновенно исчезло? Конечно, Ему было больно. Так как же Он выражал эту боль? Как это было записано в Библии? В Библии это записано так. «Поставляю завет Мой с вами, что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа, и не будет уже потопа на опустошение земли». Это простое предложение раскрывает Божьи мысли. Разрушение мира причинило Ему большую боль. Говоря человеческим языком, Бог был очень опечален. Можно себе представить, как выглядела после разрушения потопом Земля некогда полная жизни. Как выглядела на тот момент Земля, некогда изобиловавшая человеческими существами. Нет ни человеческих жилищ, ни живых существ. Кругом вода и полный хаос на поверхности воды. Была ли такая сцена изначальным замыслом Бога, когда Он сотворил мир? Конечно же, нет. Изначальный замысел Бога заключался в том, чтобы видеть жизнь по всей Земле, чтобы видеть человеческие существа, которые Он создал для поклонения Ему, а не только чтобы Ной был единственным поклоняющимся Ему и тем одним, кто мог бы ответить на Его призыв, закончить то, что Ему было поручено. Когда человечество исчезло, Бог увидел не то, что изначально задумал, а полную противоположность. Как же могло не болеть Его сердце? Поэтому, когда Бог открывал свой характер и выражал свои эмоции, Он принял решение. Какое решение Он принял? Как завет с человеком? Как обещание, что Бог больше не разрушит человечество потопом? В то же время, она должна была рассказать людям о том, что Бог когда-то разрушил мир потопом, чтобы человечество вечно помнило, почему Бог так сделал. Было ли уничтожение мира на этот раз тем, чего Бог хотел? Это было определенно не то, чего Бог хотел. Мы можем представить себе небольшую часть жалкого зрелища, которое представляла собой Земля после разрушения мира, но мы не можем даже близко себе представить, что это была за картина в то время в Божьих глазах. Можно сказать, что ни нынешние, ни тогдашние люди. Никто не способен представить или оценить то, что Бог испытывал, когда Он увидел эту картину, этот образ мира после уничтожения его потопом. Бог был вынужден это сделать из-за человеческого непослушания, но боль, переживаемая в сердце Бога из-за разрушения мира потопом, это реальность, которую никто не может ни понять, ни оценить. Вот почему Бог заключил завет с человечеством, который был напоминанием людям, что некогда Бог сделал что-то подобное, и чтобы поклясться им, что Бог больше никогда таким способом не разрушит мир. В этом завете мы видим Божье сердце, мы видим, что Божье сердце болело, когда Он уничтожил человечество. Говоря человеческим языком, когда Бог уничтожил человечество и увидел, что оно исчезает, его сердце плакало и истекало кровью. Разве это не лучшее описание случившегося? Эти слова используются людьми для того, чтобы проиллюстрировать человеческие эмоции. Но поскольку человеческий язык недостаточно выразителен, использование их для описания Божьих чувств и эмоций, как представляется, не так уж и плохо для меня и не является чрезмерным. По крайней мере, оно дает очень яркое, очень уместное понимание того, какое настроение было в то время у Бога. О чем вы будете думать теперь, когда снова увидите радугу? По крайней мере, вы вспомните, что Бог однажды был в скорби после того, как разрушил мир потопом. Вы вспомните, как хотя Бог ненавидел этот мир и презирал это человечество, когда Он уничтожил человеческие существа, которые Он создал своими руками, болело Его сердце, не хотело отпускать, колебалось и обнаруживало, что это трудно вынести. Его единственным утешением была семья Ноя из восьми человек. Именно сотрудничество Ноя сделало Его напряженные усилия по созданию всего нового оправданными. В то время, когда Бог страдал, это было единственным, что могло компенсировать Его боль. С этого момента Бог возложил все свои ожидания от человечества на семью Ноя, надеясь, что они смогут жить под Его благословением, а не под проклятием, надеясь, что они никогда не увидят, как Бог снова уничтожит мир потопом, и также в надежде, что они тоже не будут уничтожены. Какую сторону Божьего характера нам нужно понять из этого? Бог презирал человека, потому что тот был во вражде с ним, но в его сердце забота, участие и милость по отношению к человечеству оставались неизменными. Даже когда Он уничтожил человечество, Его сердце оставалось неизменным. Когда человечество было полно растления и было непокорным Богу в определенной степени, Богу пришлось по причине своего характера и своей сущности и в соответствии со своими принципами уничтожить это человечество. Но из-за своей сущности Бог все-таки жалел человечество и даже хотел использовать различные пути для Его искупления, чтобы оно могло продолжать жить. Вместо этого человек противодействовал Богу, продолжал не повиноваться Ему и отказался принимать Божье спасение, то есть отказался принять Его добрые намерения. Независимо от того, как Бог взывал к ним, напоминал им, снабжал их, помогал им или терпел их, человек не понимал и не ценил это. Он даже не обращал внимания. В своей боли Бог по-прежнему не забывал проявлять к человеку свою максимальную терпимость, ожидая, что человек изменится. После того, как он достиг своего предела, он без всяких колебаний сделал то, что был должен. Иными словами, существовал определенный период времени и процесс с того момента, когда Бог запланировал уничтожение человечества и до официального начала Его работы по разрушению человечества. Этот процесс существовал, чтобы дать человеку возможность обернуться, и это был последний шанс, который Бог дал человеку. Так что же Бог делал в этот период перед уничтожением человечества? Бог проводил большой объем напоминающей и побудительной работы. Несмотря на такую боль и печаль, которые испытывал Бог, Он продолжал проявлять заботу, участие и избыточную милость по отношению к человечеству. Что же мы видим в этом? Несомненно, мы видим, что Божья любовь к человечеству реальна, и что она не просто слова. Она подлинная, ощутимая и существенная, а не поддельная, измененная, лживая и претенциозная. Бог никогда не использует обман и не создает ложный образ, чтобы люди увидели, что Он милый. Он никогда не использует ложные показания, чтобы дать людям увидеть свою привлекательность и святость. Разве эти аспекты Божьего характера недостойны любви человека? Разве они недостойны поклонения? Разве ими не стоит дорожить? На данный момент я хочу спросить вас, услышав эти слова, думаете ли вы, что Божье величие – это всего лишь слова на листе бумаги? Разве Божья привлекательность – всего лишь пустые слова? Нет, безусловно, нет. Божье превосходство, святость, терпимость, любовь и так далее – все эти различные аспекты Божьего характера и сущности вводятся в действие каждый раз, когда Он делает Свою работу. Они воплощены в Его воле по отношению к человеку, а также исполнены и отражены в каждом человеке. Независимо от того, чувствовали ли вы это раньше, Бог заботится о каждом человеке всеми возможными способами, используя свое искреннее сердце, мудрость и различные методы, чтобы отогреть сердце каждого человека и чтобы пробудить дух каждого человека. Это бесспорный факт. Неважно, сколько людей сидит здесь, у каждого человека есть различный жизненный опыт и чувство к Божьей терпимости, терпению и привлекательности. Эти впечатления и чувства о Боге и признательность Ему – в общем, все эти положительные аспекты – от Бога. Поэтому, интегрируя опыт и знания всех о Боге и сочетая их с нашим прочтением этих библейских отрывков сегодня, сложилось ли у вас более реальное и правильное понимание Бога? После прочтения этой истории и понимания некоторых сторон Божьего характера, раскрытого через это событие, какое у вас складывается новое понимание Бога? Возникло ли у вас более глубокое понимание Бога и Его сердца? Испытываете ли вы иные чувства теперь, когда вы снова смотрите на историю Ноя? По вашему мнению, была ли необходимость в том, чтобы делиться этими стихами из Библии? Теперь, когда мы побеседовали о них, думаете ли вы, что в этом была необходимость? Необходимость была, правда? Даже несмотря на то, что прочитанный нами рассказ – это подлинная история работы, которую когда-то проделал Бог. Моя цель заключалась не в том, чтобы вы поняли детали этих историй или этого героя, и не в том, чтобы вы могли изучить его характер, и уж, конечно, не в том, чтобы вы вернулись и снова изучали Библию. Понимаете? Так помогли ли эти истории вашему знанию Бога? Что эта история добавила к вашему пониманию Бога? Скажите нам, братья и сестры, из церквей Гонконга. Мы видели, что Божья любовь – это то, чем не обладает никто из нас, обольщенных людей. Скажите нам, братья и сестры, из корейских церквей. Божья любовь к человеку реальна. Божья любовь к человеку несет в себе его характер, а также его величие, святость, превосходство и терпимость. Через такую историю мы можем лучше понять, что все это – часть Божьего характера, и что нам стоит стараться получить более глубокое представление о нем. Через наше общение я могу видеть Божью праведность и святой характер, а также могу видеть Божью озабоченность по отношению к человечеству, Божью милость по отношению к человечеству, и что все, что Бог делает, и каждая мысль, и идея, которая есть у Него, раскрывает его любовь и заботу о человечестве. Раньше я думала, что Бог использовал потоп для уничтожения мира, потому что человечество стало порочным в определенной степени, и что Бог как будто уничтожил человечество, потому что питал к ним отвращение. Лишь после того, как Бог говорил сегодня об истории Ноя и сказал, что Божье сердце истекало кровью, я понимаю, что Бог на самом деле неохотно расставался с этим человечеством. Только потому, что человечество было слишком непослушным, у Бога не оставалось выбора, кроме как уничтожить их. Более того, Божье сердце в это время было очень опечалено. Из этого я вижу в Божьем характере Его заботу и участие по отношению к человечеству. Это то, о чем я раньше не знала. Очень хорошо. Дальше можете вы отвечать. Я был очень тронут после прослушивания. Я читал Библию раньше, но я никогда не переживал того, что пережил сегодня, где Бог непосредственно раскладывает все по полочкам, чтобы мы могли узнать Его. То, что Бог таким образом взял нас с собой, чтобы мы увидели Библию, позволило мне понять, что Божья сущность перед человеческим растлением была любовью и заботой о человечестве. С того момента, когда человек был прельщен и до последних дней, даже несмотря на то, что Бог несет в себе праведный характер, Его любовь и забота остаются неизменными. Это показывает, что сущность Божьей любви от сотворения мира и до сих пор никогда не меняется независимо от того, прельщен ли человек. Сегодня я увидела, что Божья сущность не изменяется из-за перемен во времени или месте Его работы. А также увидела, что независимо от того, создает ли Бог мир или разрушает его после того, как человек обольстился, все, что он делает, имеет смысл и включает его характер. Следовательно, я увидела, что Божья любовь бесконечна и неизмерима. И я также увидела, как уже упоминали другие братья и сестры, Божью заботу и милость по отношению к человечеству, когда он уничтожил мир. Про это я действительно не знала до этого. Прослушав общение сегодня, мне кажется, что Бог действительно заслуживает доверия, что Он истинно надежный, достойный веры и что Он на самом деле существует. Я по-настоящему ценю в своем сердце, что Божий характер и любовь поистине настолько конкретны. Таковы мои ощущения после прослушанного сегодня. Отлично. Кажется, все вы серьезно отнеслись к тому, что услышали. Заметили ли вы один особый факт из всех этих библейских стихов, включая все библейские истории, которые мы разбирали сегодня? Использовал ли Бог когда-либо собственный язык для выражения своих мыслей или для объяснения своей любви и заботы о человечестве? Есть ли запись, где Он использует простой язык для того, чтобы высказать, насколько Он озабочен человечеством или насколько сильно любит Его? Нет. Разве это неправда? Среди вас много тех, кто прочитал Библию или другие книги. Кто-нибудь из вас видел такие слова? Ответ – однозначно нет. То есть в записях Библии, включая Божьи слова и документальное подтверждение Его работы, Бог никогда, ни в одну эпоху, ни в один период не использовал свои собственные методы для описания своих чувств или для выражения Его любви и заботы о человечестве. И никогда Бог не использовал речь или какие-либо действия, чтобы выразить свои чувства и эмоции. «Разве это не факт? Почему я так говорю? Почему для меня важно это упомянуть? Потому что это также содержит Божью привлекательность и Его характер». Бог создал человечество. Независимо от того, обольщены они или следуют за Ним, Бог обращается с человеческими существами как с дорогими Ему людьми или, как сказали бы человеческие существа, как с близкими Ему людьми, а не как с игрушками. Хотя Бог говорит, что Он творец и что человек – Его творение, что может звучать как существенная разница в званиях, в действительности же все, что Бог сделал для человечества, намного превосходит отношение такого характера. Бог любит человечество, заботится о Нем и проявляет участие к Нему, а также постоянно и непрестанно обеспечивает человека средствами к существованию. Он никогда не чувствует в своем сердце, что это дополнительная работа или нечто заслуживающее похвалы. Он также не считает, что спасение людей, снабжение их и дарование им всего является огромным вкладом в человечество. Он просто обеспечивает человечество необходимым, тихо и спокойно, по-своему, посредством своей собственной сущности и того, кто Он есть и чем обладает. Независимо от того, какие объемы снабжения и сколько помощи человечество получает от Него, Бог никогда не думает о похвале и не пытается присвоить себе заслугу. Это определяется сущностью Бога и также является истинным выражением Божьего характера. Именно поэтому, независимо от того, Библия ли это или любая другая книга, мы никогда не застанем Бога за тем, чтобы Он выражал свои мысли и никогда не застанем Бога за тем, чтобы Он описывал или объявлял людям, почему Он делает то или иное и почему Он так заботится о человечестве для того, чтобы побудить человечество быть благодарным по отношению к Нему или хвалить Его. Даже когда Ему больно, когда Его сердце пребывает в невыносимой боли, Он никогда не забывает свои обязанности по отношению к человечеству, в то время как Он переносит эту боль и мучения в одиночестве и в тишине. Напротив, Бог, как всегда, продолжает обеспечивать человека всем необходимым. Даже несмотря на то, что человечество часто прославляет Бога и свидетельствует о Нем, такого поведения Бог не требует. Это происходит потому, что Бог никогда не предполагает, что любое добро, которое Он творит для человечества, можно обменять на благодарность или отплатить. С другой стороны, те, кто боятся Бога и избегают зла, те, кто истинно следуют Богу, слушают Его и преданы Ему, а также те, кто повинуется Ему, это те люди, которые зачастую получают Божьи благословения. И Бог, безусловно, не спошлет такие благословения. Более того, благословения, которые люди получают от Бога, часто выходят за рамки их воображения, а также за рамки всего, что человеческие существа могут обменять на то, что они сделали, или за ту цену, которую заплатили. Когда человечество наслаждается Божьими благословениями, бывает ли кто-то небезразличен к тому, что делает Бог? Проявляет ли кто-либо заботу о том, как себя чувствует Бог? Пытается ли кто-либо понять Божью боль? Вот точный ответ на эти вопросы. Нет. Может ли какое-нибудь человеческое существо, включая Ноя, ценить боль, которую чувствовал Бог в тот момент? Может ли кто-нибудь понять, почему Бог установил завет? Не может. Человечество не отдает должное Божьей боли не потому, что они не могут понять ее, и не из-за пропасти между Богом и человеком или разницы в их статусе. Это скорее потому, что человечеству вообще нет дела до Божьих чувств. Человечество думает, что Бог независим, что Богу не нужны люди, чтобы заботиться о Нем, понимать Его или проявлять к Нему уважение. Бог есть Бог, поэтому у Него нет боли, нет эмоций, Ему не будет грустно. Он не чувствует печали, Он даже не плачет. Бог есть Бог, поэтому Ему не нужны никакие выражения эмоций, Ему не нужно эмоциональное утешение. Если Ему не нужны эти вещи в определенных обстоятельствах, тогда Он Сам решит все и не будет требовать никакой помощи от человечества. И наоборот, именно слабые и незрелые люди нуждаются в Божьем утешении, обеспечении, поддержке и даже в Его успокоении их эмоций в любое время, в любом месте. Такая мысль глубоко прячется в сердцах человечества. Человек слаб, он нуждается в том, чтобы Бог заботился о нем во всех отношениях, он заслуживает всего участия со стороны Бога, и он должен требовать от Бога всего, что, по его мнению, ему необходимо иметь. Бог силен, у Него есть все, и Он должен быть попечителем человечества и дарителем благословений. Поскольку Он уже Бог, Он всемогущ и никогда не нуждается ни в чем от человечества. Так как человек не обращает внимания ни на одно из Божьих проявлений, он никогда не чувствовал Божью печаль, боль или радость. Но в то же время Бог знает все человеческие выражения как свои пять пальцев. Бог восполняет нужды каждого во все времена и везде, наблюдая за изменяющимися мыслями каждого человека и таким образом утешая и назидая их и ведя и просвещая их. Касательно всего, что Бог сделал для человечества и цены, которую Он заплатил за них, могут ли люди найти отрывок в Библии или из сказанного Богом до настоящего момента, где четко говорится о том, что Бог требует что-то от человека. Нет. Напротив, независимо от того, как люди игнорируют Божье мышление, Он все еще неоднократно ведет человечество, постоянно снабжает человечество необходимым и помогает ему, чтобы позволить следовать Божьим путем, чтобы оно могло получить прекрасное место назначения, которое Бог уготовил для него. Когда речь заходит о Боге, о том, кем Он является и чем обладает, Его благодать, милость и все Его награды будут ниспосланы тем, кто любит Его и следует за Ним. Но никогда ни одному человеку Он не открывает перенесенную им боль или состояние Его разума, и Он никогда не жалуется на то, что кто-то не был тактичен в отношениях с Ним или не знал Его волю. Он просто переносит все это в молчании, ожидая того дня, когда человечество будет в состоянии понять. Почему я это говорю? Что вы видите в том, что я сказал? Есть в Божьей сущности и характере нечто, что легче всего не заметить, нечто, чем обладает только Бог, а не человек, включая тех, о ком думают, что они великие люди, хорошие люди или Бога их воображения. Что это такое? Это Божье бескорыстие. Говоря о бескорыстии, ты можешь подумать, что ты тоже очень бескорыстный, потому что, когда дело доходит до твоего ребенка, то ты никогда не торгуешься с ним, но проявляешь щедрость по отношению к нему? Или думаешь, что ты очень бескорыстный, когда дело доходит до твоих родителей? Не важно, что ты думаешь, по крайней мере, у тебя есть понятие слова «бескорыстие», и ты думаешь о нем как о положительном слове, и что быть бескорыстным человеком очень благородно. Когда ты бескорыстный, ты думаешь, что ты молодец. Но нет никого, кто мог бы увидеть Божье бескорыстие среди всего, среди людей, событий и предметов, а также среди Божьей работы. Почему это так? Потому что человек слишком эгоистичный. Почему я так говорю? Человечество живет в материальном мире. Возможно, ты следуешь за Богом, но ты не видишь и не ценишь то, как Бог обеспечивает тебя всем необходимым, любит тебя и проявляет заботу о тебе. Так что же ты видишь? Ты видишь своих кровных родственников, которые любят тебя и которые души в тебе не чают. Ты видишь то, что полезно для твоей плоти. Тебе не безразличны люди и вещи, которые ты любишь. Это так называемое человеческое бескорыстие. Такие бескорыстные люди, однако, никогда не заботятся о Боге, который дает им жизнь. В отличие от Бога, человеческое бескорыстие становится эгоистичным и отвратительным. Бескорыстие, в которое верит человек, пустое, нереалистичное, испорченное, несовместимое с Богом и не имеет к нему никакого отношения. Человеческое бескорыстие существует для него самого, в то время как Божье бескорыстие – это истинное откровение его сущности. Именно благодаря Божьему бескорыстию человек получает от него непрерывный поток всего необходимого для жизни. Возможно, вы не слишком глубоко затронуты этой темой, которую я освещаю сегодня, и просто киваете в знак согласия. Но когда ты попытаешься по достоинству оценить Божье сердце в своем сердце, ты невольно обнаружишь, среди всех людей, вопросов и вещей, которые ты осязаешь в этом мире, только Божье бескорыстие является настоящим и конкретным, потому что только Божья любовь к тебе безусловная и непорочная. Помимо Бога, так называемое бескорыстие других, все подделка, поверхностное, неискреннее. У него есть цель, определенные намерения. Оно несет в себе обмен на что-то и не выдерживает испытания. Вы можете даже сказать, что оно грязное и порочное. Вы согласны? Я знаю, что вы не знакомы с этими вопросами и что вам нужно время для того, чтобы они улеглись у вас в голове перед тем, как вы по-настоящему поймете их. Чем больше вы не знакомы с этими темами и вопросами, тем больше это доказывает, что эти вопросы отсутствуют в вашем сердце. Если бы я никогда не поднял эти темы, узнал ли бы о них кто-нибудь хоть немного? Полагаю, вы никогда не узнали бы о них. Это наверняка. Независимо от того, сколько вы можете осознать и понять, одним словом, эти темы, на которые я говорю, это то, чего больше всего не хватает людям и о чем они больше всего должны знать. Эти темы очень важны для каждого. Они драгоценны, и они есть жизнь, и они являются тем, чем вы должны обладать для предстоящего пути. Без этих слов, как указателя, без твоего понимания Божьего характера и сущности, у тебя всегда будет оставаться знак вопроса, когда речь заходит о Боге. Как ты можешь правильно верить в Бога, если ты даже не понимаешь Его? Ты ничего не знаешь о Божьих эмоциях, Его воле, Его душевном состоянии, о том, что Он думает, что делает Его грустным, что делает Его счастливым. Поэтому, как ты можешь быть внимательным к Божьему сердцу? Всякий раз, когда Бог расстроен, Он смотрит на человечество, которое вообще не обращает на Него никакого внимания. Человечество, которое следует за Ним и утверждает, что любит Его, но полностью игнорирует Его чувства. Как не болеть Его сердцу? В Божьей работе управления Он искренне выполняет Свою работу, разговаривает с каждым человеком и предстает перед Ними без всяких колебаний и без утаивания. Но, напротив, каждый человек, который следует за Ним, скрытен по отношению к Нему. Никто не желает активно приблизиться к Нему, понять Его сердце и обратить внимание на Его чувства. Даже те, кто хочет быть приближенным Бога, не хочет приблизиться к Нему, быть внимательным к Его сердцу или пытаться понять Его. Когда Бог рад и счастлив, Ему не с кем разделить свое счастье. Когда Бога неправильно понимают люди, то нет никого, кто утешил бы Его израненное сердце. Когда Его сердце болит, нет ни одного человека, который готов был бы выслушать Его. На протяжении этих тысяч лет Божьей работы управления не было никого, кто понял бы Божьи эмоции, никого, кто осознал или по достоинству оценил бы их, не говоря уже о том, чтобы кто-то встал на сторону Бога, чтобы разделить Его радости и печали. Бог одинок. Он одинок. Бог одинок не только потому, что обольщенное человечество выступает против Него, но больше потому, что те, кто стремится быть духовными, те, кто ищет познание Бога и понимание Его, и даже те, кто готов посвятить всю свою жизнь Ему, также не знают Его мысли и не понимают Его характер и эмоции. В конце истории про Ноя мы видим, что Бог использовал необычный способ выразить свои чувства на тот момент. Этот способ очень особенный. Заключить завет с человеком. Это метод, который провозглашает конец Божьего применения потопа для уничтожения мира. Со стороны заключения завета кажется очень обычным событием. Это не более, чем использование слов, чтобы возложить на обе стороны обязательства, не предпринимать незаконные действия, чтобы помочь в достижении цели защиты в обеих сторон. По форме это очень обычное явление, но принимая во внимание мотивы и значения этого действия со стороны Бога, это является истинным откровением Божьего характера и душевного состояния. Если ты отставишь эти слова в сторону и проигнорируешь их, если я никогда не скажу вам, как все обстоит на самом деле, тогда человечество никогда не узнает, что думает Бог. Возможно, в твоем воображении Бог улыбается, когда заключает этот завет, или, возможно, выражение его лица серьезно, но независимо от того, какое выражение лица Бог имеет в людском воображении, никто не знает Божье сердце или его боль, не говоря уже о его одиночестве. Никто не может заставить Бога доверять ему и не может быть достойным Божьего доверия или быть кем-то, кому он может выразить свои мысли или с кем может поделиться своей болью. Вот почему у Бога не было иного выбора, как сделать это. На первый взгляд, Бог сделал то, что легко, распрощался с предыдущим человечеством, разрешая вопрос прошлого и подводя итог своему уничтожению мира потопом. Тем не менее, Бог похоронил боль этого момента глубоко в своем сердце. В то время, когда Богу было некому открыться, Он заключил завет с человечеством, говоря им о том, что больше не будет разрушать мир потопом. Когда появляется радуга, это должно быть напоминанием людям, что это однажды произошло, чтобы предупредить их не делать зла. Даже в таком болезненном состоянии Бог не забыл о человечестве и по-прежнему проявляет большую заботу о них. Разве это не Божья любовь и бескорыстие? Но о чем же думают люди, когда страдают? Разве не в это время они больше всего нуждаются в Боге? В такие моменты люди тащат Бога к себе, чтобы Он успокоил их. Когда бы это не случилось, Бог никогда не подведет людей, и Он всегда позволит людям выйти из затруднительного положения и жить в свете. Несмотря на то, что Бог таким образом поддерживает человечество, в сердце человека Бог есть не что иное, как пилюля уверенности, напиток успокоения. Когда страдает Бог, когда Его сердце ранено, чтобы сотворенное существо или какой-либо человек проявил к Нему заботу и утешил Его, о таком желать несомненно слишком большая роскошь для Бога. Человек никогда не обращает внимания на Божьи чувства, поэтому Бог никогда не просит никого и не ожидает, что кто-то сможет успокоить Его. Он просто использует свои собственные методы, чтобы выразить свое настроение. Люди думают, что для Бога переживать страдания не такая уж большая проблема, но только когда ты истинно пытаешься понять Бога, когда ты по-настоящему ценишь Его искренние намерения во всем, что Он делает, только тогда ты можешь понять Божье величие и Его бескорыстие. Даже несмотря на то, что Бог заключил завет с человечеством с помощью радуги, Он никогда никому не говорил о том, почему Он сделал это, почему Он заключил этот завет, то есть Он никогда никому не раскрывал свои истинные мысли. Это потому, что нет никого, кто мог бы понять глубину Божьей любви, которую Бог испытывает к человечеству, которое Он сотворил своими руками, и также нет никого, кто мог бы оценить, сколько боли Он перенес в сердце, когда уничтожил человечество. Поэтому, даже если Он рассказывает людям о том, что чувствуют, они не могут оправдать это доверие. Несмотря на боль, Он по-прежнему идет к следующему этапу своей работы. Бог всегда показывает свою лучшую сторону и все лучшее, в то время, как Сам спокойно принимает все страдания. Бог никогда не разглашает свои страдания. Вместо этого Он переносит их и ждет в тишине. Божья выносливость не холодная, немая и беззащитная, и не признак слабости. Просто Божья любовь и сущность всегда были бескорыстными. Это естественное откровение Его сущности и характера и истинное воплощение Божьей Личности как истинного Творца. Некоторые люди могут неправильно истолковать значение сказанного мной. Преследовало ли описание Божьих чувств с такими подробностями цель заставить людей почувствовать жалость к Богу? Преследовало ли это такую цель? Нет. Единственной целью моего рассказа об этом было то, чтобы вы лучше узнали Бога, чтобы поняли каждую его сторону, поняли его эмоции, поняли Божьи сущность и характер, конкретно и по крупицам, которые выражаются через его работу, в отличие от изображенного посредством пустых слов человека, их писем и доктрин или их фантазий. Это означает, что Бог и Божья сущность на самом деле существуют. Они ни картины, ни вымысел, ни создания человека и уж, конечно, не сфабрикованы людьми. Признаете ли вы это сейчас? Если признаете, то мои слова достигли сегодня своей цели. Сегодня мы обсудили три вопроса. Я надеюсь, что каждый из вас много почерпнул из общения на эти три темы. Я могу с уверенностью сказать, что через эти три темы мысли о Боге, которые я описал, или упомянутый мной характер и сущность Бога перевернули людские идеи и понимание Бога, даже опровергли веру в Бога каждого и более того, опровергли образ Бога, которым каждый восхищается в своем сердце. Несмотря ни на что, я надеюсь, что то, что вы узнали о Божьем характере в этих двух частях Библии будет полезно для вас и надеюсь, что после вашего возвращения вы постараетесь это обдумать. Сегодняшнее собрание на этом завершается. до свидания. До свидания.